Галина Шипулина Галина Романовна отметила свое 90-летие. Там нас что, раздели, обмыли, одели, обмундировали, и там мы 9-10 месяцев учились. А потом мы ехали от Москвы до Бреста, вот ехали и везли нас целый месяц. А там уже все пешком, уже пехота, что прошел, еще охота. В окопы нас привели. Старший сержант был командой, говорит, вот теперь занимайте окопы. Мы, значит, с этими, кому сказал, вот тот окоп, тот окоп. Ну, попрыгали кто, куда, какие окопы были. Я когда прыгнула в окоп, я оттуда выскочила прямо вот это, так испугалась. Там был солдат наш, он уже разложился. И я поскользнулась еще на нем, и так испугалась, выскочила, и побежала в сторону немцев. А там был такой, ну, этот, как ручей, что ли, что такое, в общем, было возвышено, а там было не видно. И у такого, что слышала, что кричали, куда, куда, и ругала, в общем, кто что кричал. И я повернулась, и тогда я вспомнила, как в школе нас учили. «Вскакивай пружиной, беги зигзагом, падай камнем». Вот, и я уже камнем почти упала в свою, в свою траншею, потому что там уже я забыла, что пружина была. Выскочила, сама меня выбросила. Ну, вот так началось наше знакомство с обороной. Когда у нас было у троих по 13, по 13 фашистов, нас вызвали в дивизию, и вот нам и пришли первую медаль за два года. В один дом пошли хозяин, немец, он был на деревянной ноге, он убил жену, убил мать свою, сына 15-летнего и двух девочек. Девочки были еще раненые, мы их вынесли на улицу, потом в санчасти их забирали, а этих убил и себя застрелили. Вот так они боялись немцев, боялись, наверное, что, возможно, они сами зверствовали, боялись, но думали, что так же, если не будут. И вот мы шли на ходу, помню, что слышим где-то вдали, а-а-а, вот такое звонкое далеко, мы поняли, что кончилось, война закончилась. И все целовались и плакали, и стреляли, и шапки бросали, и эти филотки. В общем, война закончилась. А демберизовалась, и свадьба была. То есть сразу? Да. Как раз в августе, 22 августа, была свадьба, и вместе с мужем в Западную Украину направили. Я мечтала быть учителем. Пошла в университет, вот на историко-филотическое отделение. Не осуществилась мечта. Пошла в университет.